И так, ну что ж, Арияру, мои маленькие любители покушать и безумно сложных хилогических схем у микрофона, как всегда, ваш покорный слуга Мамору и эта великолепная игрушечка Факторио Смотом Кросторио 2 и Спейс Эксплорейшн. За кадром, как я люблю об этом говорить и всегда об этом говорю, произошли кое-какие маломальские изменения. В частности, я очень много работал над вот этой системой по переработке отходов. Я все-таки решил оставить схему, что мы перерабатываем отходы здесь, хотя, наверное, логично было бы, если бы это все перерабатывалось на родной планете. Но неважно. Главное, что сейчас я сделал так, что в случае, если здесь идет переполнение по ресурсам, эти ресурсы отправляются на планету, где впоследствии и перерабатываются. У меня в любом случае здесь больше возможности реализовать переработку излишних ресурсов, нежели это пытаться сделать как каким-то нагромождением на орбите. И я небольшую такую подготовку сделал к тому, что мы будем делать в этой серии, а именно я планирую достать большое количество ресурсов и материалов. А в идеале вообще сделать четвертого вида астрономические исследования. Вот здесь еще одну грузовую ракетную шахту, которая должна отправлять ракеты космического зонда вместе с необходимыми компонентами на орбиту. Если здесь почитать, то вот этот зонд пояса астероидов собирает данные из пояса астероидов и извращает данные пояса астероидов. А у меня на поясе астероидов, вот оно, получается астероид билд, есть уже некая станция, где я могу вот эту систему реализовать. Я примерно накинул, как это все должно происходить в моем понимании и надеюсь, что это будет так, как мне нужно. По логике я должен буду сюда, наверное, зонд разместить и все это должно запуститься. Не знаю, как это будет работать. Я, конечно же, этого не проверял и мне будет безумно интересно проверить это. Я планирую сделать так, чтобы вот эта ракета слетала на пояс астероидов, вернулась в ту же грузовую посадочную шахту, что возвращается и вот эта ракета, которая собирает у нас вот эти данные звездного зонда. И надеюсь, что так будет работать. Единственное изменение, которое мне пришлось сделать, это изменение, связанное с космическими капсулами. Надеюсь, что сильный проблем от этого не возникнет, что-то у меня какая-то с ними путаница произошла, но надеюсь, все нормально образумится. Пока я сейчас лечу на пояс астероидов, потому что там есть некоторые проблемы с переработкой, хочу сначала здесь наладить систему по производству космических зондов. Я думаю, одной из фабрики вполне мне хватит для моих нужд и необходимостей. Вроде как я почнил, там просто скапливалось большое количество песка и надеюсь, что в дальнейшем таких проблем возникать не будет. Теперь же мы будем создавать пояса вот этих зонных астероидов. Правда, некоторые элементы типа бриллиевых перегородок и плоских солнечных панелей вместе с урановым топливным элементом мне придется, наверное, сюда доставлять при помощи космических пушек, но я думаю, ничего страшного. Так, у меня вопрос. А бриллиевые перегородки я точно где-то создаю вообще? Судя по всему, нет. Это проблема, конечно же. И нужно что-то с этим решать и как-то эти перегородки создавать. Это временный, надеюсь, вариант и пока что малоэффективный, я буду сюда пытаться все доставлять при помощи дронов. У нас бериллия добывается не так, чтобы и много. Почему-то скорость его добычи чрезмерно мала и, к сожалению, я ничего с этим абсолютно сделать не могу. Как бы мне не хотелось это признавать, мне придется за кадром брать какую-то планету с бериллием, которая находится недалеко от нас и добывать там бериллии в промышленных масштабах, в масштабах больших, чем сейчас мы добываем здесь. На орбите все-таки это, как показывает практика, это очень малоэффективно. В любом случае я буду делать это за кадром и сейчас даже думать об этом я не хочу. Ну, по чуть-чуть, по чуть-чуть перегородочки начали создаваться. И это, по сути, последний элемент, которого здесь не хватало. Единственное, наверное, невосполняемый элемент, конечно же, это уран. Я его на орбите никаким образом не произвожу. Но, скорее всего, так как у меня производство урана есть на Ивисе, я могу беспрепятственно, наверное, сюда вот поезд организовать какой-нибудь. У меня здесь есть свободная станция и как раз эти топливные стержни я буду сюда подвозить. Так что, наверное, надеюсь, с этим проблема решена. Ну, а бериллий, как я и говорил, то, что с ним есть гигантские колоссальные проблемы, которые я, к сожалению, никак не могу сейчас решить. Но я думаю, это возможно будет реализовать в скором будущем. Тем более, что бериллий потихонечку начинает сюда лететь. Пока я ожидаю, попытаюсь я в маломальских масштабах вот здесь вот организовать все оставшееся, что необходимо. А именно вот эти три центра по производству данных, которые необходимы для производства как раз расширенных астрономических каталогов. И самое, наверное, что я здесь проблематично вижу, это поток частиц как бы сюда доставлять. Но и эта проблема, думаю, решаема. И так получается, что грузовая ракетная шахта готова к запуску. Она полностью заправлена. И давайте ее запускать, и будем от этого уже отталкиваться как-то. О, да, я сделал все правильно. Первые данные зонда пояса астероидов пошли. Это очень большой успех. Честно, я очень сильно этому рад, что все так прошло по моему плану. Здесь начали потихонечку данные копиться. Я могу сюда беспрепятственно залазить. И ждать, когда вот эта система закончит свою работу. И нормально пойдут копиться у меня вот эти данные пояса астероидов. Как-то так. Схема по производству данных. Вот они здесь расположены. И осталось лишь, дело за малым, разместить все остальное. А именно, это вот эти вот каталоги и сами астрономические данные. Сейчас вот трубы последние достраиваются. И по сути все, схема готова. Она до безумия получилась проста. Наверное, тут надо будет заменить ускорители, потому что немножечко рассчитывались с другими. Но, тем не менее, вот по сути все астрономические пакеты начали производиться четвертого уровня. И что же я могу изучить благодаря тому, что я сейчас сделал? Как будто бы и ничего. За исключением, ну, вот эти вот глубокий космос, астрономические материалы. Это уже интересно. Тепловые радиаторы. Как бы и не нужно нам особо сейчас. Из них обходили все это время. Если я все правильно понимаю, это все, что мы могли бы изучить. Тут есть какие-то еще сверхпроводящие кабеля, которые я не делал. Но они делаются достаточно легко, и мы можем их реализовать. И вот как раз они, мне кажется, много где используются. Да-да-да, вот тепловые реакторы второго уровня. Портативный термоядерный реактор тоже имеется. Не знаю, насколько он необходим. Излучатель энергетического луча. Да, спасибо большое. Это очень безумно интересно, но не знаю, насколько это сильно необходимо. Продвинутые каталоги как раз вот следующий этап производства, который нам необходим. А тут нужны всего лишь третьего типа энергетические все пакеты. Достаточно легко. Самая сложная здесь часть этого как раз комбинированные каталоги, которые для себя, в свою очередь, требуют все предыдущие типы исследовательских материалов. Типа синего, зеленого, фиолетового и рыжего. Создать это нам никакой труда не составит. Что касается данных о квантовых... Про данные о квантовых вычислениях и данные о плотности энергии. Ну, вижу я здесь гельминитовый аккумулятор, который я не начал еще производство. Это может возникнуть у некоторых затруднений. Но я думаю, что-нибудь мы обязательно организуем. А продвинутые пакеты, в свою очередь, требуют продвинутые каталоги. Ну, здесь нам потребуются также зонды дистанционного зондирования. Если я все правильно понимаю, здесь у нас имеется вот такая вот Стардаст. Типа поле астероидов. Если мы будем запускать... ракету, именно на поле астероидов, вместе с космическим вот этим зондом, только уже не вот таким вот, а немножечко видоизмененным, то с них как раз мы и будем получать новые данные. Что же касается новых исследований, и они без проблем пошли, я нахожусь в дилемме. Что мне именно нужно делать дальше? Примерный план у нас есть. Мы будем развиваться дальше в направлении новых продвинутых исследовательских материалов. для того, чтобы пройти вот в этот каталог глубинного космоса и дальше туда куда-то выйти на прохождение этой сборочки. Нам в обязательном порядке также нужно будет каталоги материи делать. Но как именно это будет и что именно из этого получится, мы узнаем не раньше, чем в следующей серии. А на этом пока что все. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона был, как всегда, ваш покорный слугам Амору. Еще услышимся!